Вика Цыганова И всей этой нечисти, которая прет на нас, на Новороссию, это наши корневые земли. А туда эти пришли, рептилоиды. Война, друзья мои, в сердце каждого человека. Враги боятся даже нашего чепурашку. Это не с Украиной. Мы воюем. Это как война-то вообще религиозная. Это сатана открыл свою пасть. Вот это люфтсфер, некоторые люди говорят, что это люфтсфер, хаммерсы. Так это хаммерсы есть. Приземлилось только на другой планеты. Вагнерцы, дорогие. Вагнера, мы с вами. И вся Родина наша, Великая Россия, с вами. Вы знали, что командир Вагнера нацист? Нет, я не знаю и не знал. Я видел фотографии, но я не уверен. Правильное решение. Кувалда. Другого нет. Прославили организацию, которую руководил человек нацистских взглядов. Все выправится, Юр. Вот и все. Ребята на фронте, они совсем другие, уже другие. Даже вот первые госпитали, когда я работала, они еще сидели в каком-то шоке. Было такое ощущение. Я говорю, это сатанизм. И все так, да, да. Медсестры плакали. Там, врачи. Я говорю, вы понимаете, мы просто открылись. Вот открылись врата ада. Хочу пригласить на сцену своего друга, с которым я 35 лет дружу, простите, своего любимого. Почему ваш муж не пойдет добровольцем? В годы Великой Отечественной войны артисты шли добровольно защищать Родину, а ваш муж только говорит об этом. Языком работает любой мастак, а делом показать. Со знаком вопроса. И вы на это ответили в инстаграме, что вы хотите, чтобы он погиб? Да нет, он еще послушает Богу и России. Да, правильно. Вика, вопрос. А можно ли, чтобы другие жены и матери людей, которых мобилизовали против их воли в 2022 году, они тоже воспользовались таким же аргументом? Юр, да пойду я. Секундочку, давайте, я хочу Вику спросить. Нет, так я была на войне тоже. Я сейчас сделаю свои дела и пойду. Я ответила так, как считаю нужно. Потому что выхода нет. Вика, а чем вы отличаетесь? Вот вы как жена и ваш муж чем отличаются? Я была на войне, Юра. Чего хочешь еще? Я считаю вообще ошибочно, что получил Владимир Владимирович неправильную информацию и не нужно было начинать. Нужно было начинать в 2014 году. Все будет как надо. Путина не выбирает. С ним живут и умирают. Юрий Дудь больше трех часов разговаривал с музыкантами Викой и Вадимом Цыгановыми о вере в войне и Путине. Результат немного не дотягивает до откровения Оскара Кучера, зато раскрывает мировой заговор против русских. Меня очень часто называли некоторые люди в студиях, куда я ходила, русская фашистская. Только из-за того, что я неравнодушный человек. Это обсуждали там детей, которых сейчас меняют пол. Ну и когда ты начинаешь говорить о каких-то ценностях. Как правило, это были люди нерусские. Да, и как бы разговор сразу заканчивался. Вика Цыганова, которой завтра исполнится 60 лет, родилась в Хабаровске в семье морского офицера. Пропаганда с удовольствием использует этот факт, чтобы подчеркнуть истинный патриотизм Цыгановой. Певица родилась в семье кадрового морского офицера. Оба деда воевали на войне. Поэтому и песни, которые написаны ее мужем Виктором Цыгановым, всегда были о том, что давно волнует каждого из нас. Впрочем, в первую очередь Цыганова прославилась песнями о блатной романтике. Сейчас не время думать о Шекспире. В 2002 году, на день военно-морского флота России, Цыганова выступила с концертом в Севастополе. С нами Бог и Андреевский полот. И не где-то в концертном зале, а на ракетном крейсере «Москва». В том самом российском военном корабле. Бутевский военный корабль. Если говорить о вкладе Вики Цыгановой в российскую, русскую культуру, то этот вклад равен нулю. Ну или, по крайней мере, величине к этому самому нулю приближающейся. Поскольку никогда она не была особо значимой, никогда не была особо популярной певицей. Все время подвязалась где-то там на третьих ролях, в четвертой лиге. И, в общем-то, такое их место было вполне заслужено. В десятых Цыганова переключается на дизайн одежды и даже создает собственный бренд. Но вновь возвращается к музыке после аннексии Крыма в 2014. Цыганова выступает с концертами на захваченных украинских территориях, а ее муж помогает написать гимн Новороссии. Я 12 раз была на войне, Юра. 9 раз в Чечне, в Сирии была. Возвращала Крым и была в Донецке с 2014 года. Второе дыхание музыкальная карьера семьи обрела после полномасштабного вторжения России в Украину. В октябре 22-го вышел сингл певицы «Вагнер» — неформальный гимн пригожинской чувака. Давай, Вагнер, играй! Большинство по-настоящему талантливых и востребованных артистов, будь то рокеры, будь то рэперы, поскольку все они или уехали за границу, или пребывают в России под запретом в черных списках, то, естественно, сейчас вот эта поляна, она высвободилась для музыкальных мародеров. Поэтому выплыли непонятно откуда всякие люди, типа там Сергей Галанин, Чичерина, вот эта вот Вика Цыганова и так далее. Артисты, о которых уже много лет, я бы дождал десятилетий, практически ничего слышно не было. А сейчас они вот заполняют этот образовавшийся вакуум и, естественно, очень стараются, поскольку они таких денег, какие зарабатывают сейчас вот на этих патриотических халтурах, они таких денег никогда в жизни раньше не зарабатывали. Вика Цыганова пришла обсудить православную Россию будущего в модных туфлях от Шанель за тысячу долларов. Само интервью записано в Дубае. Я поэтому в Дубае сейчас не езжу, там вся нечисть собралась. Нечисть – это для меня, и Вика то, что говорила, это вы выдранные, там же было и Меладзе, вот для меня. Он нечисть? Это предатель, конечно. Конечно. Он рядом с ним и Рева там был, тоже для меня это предатель. Тоже нечисть? Для меня, да. Да. Цыгановы с начала 90-х пытались заработать на патриотических песнях, что не помешало Вике сняться в эротическом клипе и показать грудь на обложке газеты «Спид-инфо». Они перерисовали, честное слово говоря, я тоже каюсь за это, вот реально каюсь. Это мне стыдно за это, за «Спид-инфо», ужасно стыдно. А за «Любовь и смерть» я там не видел. Но тогда еще и не было других журналов вообще. И сейчас их, вот если мы хотим по этому поговорить, их тогда не было, вот они были желтые, и сейчас их нет. Даже сейчас, когда пара готова каяться и креститься, бизнес не обходится без скандалов. Когда президентский грант на 17 миллионов получил Олег Газманов, Цыганова упрекнула коллегу в недостатке патриотизма. Мне песни Олега Газманова не нужны, я вот с ними в бой не пойду. Они меня не поднимут на высокие какие-то порывы. В детстве я пела «Огромное небо одно на двоих», «Прощайте, скалистые горы», с этими песнями я пойду. Теперь же больше трех часов пара делает вид, будто верит не в гранты, хайп и гастрольный чос, а в религиозный мистицизм, ультраправославие и конспирологические теории. Мне пять лет назад приснился сон. Я шла под землей и видела шахты, где горят люди. Их жгут. И никого нет, вообще никого нет. Потом я вышла на берег моря, и нет людей, вообще нет людей. Я говорю, господи, а где люди? Голос мне ответил, утилизация. В общем, верят во все сразу. Фальшивый план по разрушению России изнутри. План Далеса – это фейк. Ну, хорошо. Я тоже читала про это. Его не существует. Ну что, программа-то... Программа-то есть. Юр, Юр, вот можно говорить, существовала она, не существовала, а идет по плану Далеса. В масонов и заговор мирового правительства по зачистке территорий для несуществующего еврейского государства на Донбассе. То, что новая религия, да, это цифра. Эпл. Так. Что это такое? А что такое, вот, знак какой? Надгрызанный яблок. Что это? Библейский сюжет. Искушение, правильно? Молодец. А блуд только... Эпл блуд, а Самсунг не блуд? Ну, разницу понять. Там нет этого символа. Там нет этого символа, да. А, значит, ну, Самсунг лучше Эпл, потому что там этого нет. Да никто лучше. Да не лучше. Мы не придумываем. То есть одно, есть другое. Есть белое, есть черное. Музыканты верят даже в изрядно состарившийся план Путина. Правда, сами они не знают, в чем он состоит. Думаю, что Владимир Владимирович на себе несет великую ответственность. И мы еще не знаем, чем это закончится. Мне очень хочется, чтобы он повернулся полностью к Господу. И у России был бы свой путь и своя идеология. Образ Путина глазами цыгановых впечатляет. С одной стороны, президент самостоятельный лидер в сильной стране. Ты видишь личное слово, кроме Путина? Я не вижу никого вообще. Это огромное большинство. И сейчас, проси меня, 70 лет, мне кажется, это самое время, когда человек хоть чуть-чуть начинает быть мудрым вообще. С другой же стороны, тайные правители земли обманом заставили Путина вторгнуться в Украину. Все, что случилось, это было неправильно. Его обманули. Это я точно знаю. И втянулись в эту историю. Сейчас ситуация уже не зависит ни от какой личности. Все идет пока по плану сатанистов. Позже артисты констатируют, наш вождь не в силах остановить войну, ведь она вышла на новый уровень. То, что война, вот эта священная военная операция, должна была в 2014 году, я думаю, должна была произойти, а здесь втянули и обманули. Затянули в капкан. Причем затянули в мясорубку. А Запад мог сделать так, чтобы мы подограли сразу? Да. Почему не сделал? Ну, потому что мясорубка российская территория. Для евреев. Ну, зачем? Не-не, я уточни. Не-не-не, я понял. Для Израиля. Мы это все увидим. Это так и будет, Юр. Триединую Русь Цыгановы поминают в любой непонятной ситуации. Это символ величия нашей страны. Украина, территория... Не Украина, это Триединная Святая Русь. Мы воюем в Новороссии сейчас. Так, а Триединная Святая Русь, это что в вашем представлении? Белоруссия, Русь, Украина. Словно троится ты неделима. Но если Путин активный участник этого плана, значит, он тоже участник сатанитского заговора. Нет, нет. Ну, это нелогично тогда, что вы говорите. Ну, как нелогично? Ну, обманули человека и сказали, если вы начнете, все будет вот так хорошо. Ну, обманули. Он увяз, и все, и дальше ты либо продолжаешь, либо ты передумаешь, и было принято единственное правильное решение. Продолжать? Да. Зачищать? Да. Для евреев? Да уже не для евреев. А для кого? От фашистов защищать. Уже для Триединной Святой Русь. Вот что было принято решение. Кремлевские методички музыкальная семья получает из телепропаганды. Украинцы, с которыми мы сегодня имеем дело, к огромному сожалению. Сам рожден на этой территории, я знаю, о чем я говорю. Не будет. То есть мы сегодня пришли к квинтэссенции проекта Украинства как такового? Ну, то есть это хобби? Да нет. Да я не знаю даже, господи. Я вообще не хочу вести никакие соцсети, не веду. У нас один куратор, Господь Бог. Ближе к концу разговора выяснилось, что Цыгановы пришли на интервью, чтобы сделать Дудя истинно православным. К тому моменту ведущий уже вышел из себя. Ну, я очень хочу, чтобы ты пришел в храм и стал молиться. На последних кадрах Дудь встал с места, опустив руки. В финале вместо титров зрители видят только черный квадрат. Давайте проводим аплодисментами Вику Цыганову! Молодцы, да? С вами молодых по бумажке читали. А тетя Вика всю программу била. Я думала, сегодняшний разговор, он будет интереснее. Он будет интереснее. Но ты стоял только на этой позиции. И у меня родилось мнение, что за тобой явно кто-то стоит. Вот просто стоит тот, кто тобой манипулирует и управляет. Субтитры подогнал «Симон»